Божьи слова на каждый день Если взглянуть с позиции законов, определенных Богом для роста Всевосущего, разве все человечество, вне зависимости от типа людей, все люди, живущие в условиях Божьего обеспечения, разве все люди не живут в условиях, при которых Бог заботливо взращивает их? Если бы эти законы были уничтожены, или если бы Бог не установил законы такого типа для человечества, каковы были бы перспективы у людей? Если бы люди утратили основные виды своей среды обитания, необходимой для выживания, был бы у них какой-либо источник пропитания? Вероятно, что источники пищи стали бы проблемой. Если бы люди утратили источники своего питания, то есть, если бы у них было нечего поесть, вероятно, они не смогли бы продержаться даже месяц. Выживание людей стало бы проблематичным. Следовательно, каждая вещь, которую Бог делает для выживания людей, для продолжения их существования, для разобножения людей, является исключительно важной. Абсолютно все, что Бог делает среди всего сущего, тесно связано и неотделимо от выживания человечества. Все это неразрывно связано с выживанием человечества. Если бы выживание человечества стало проблематичным, разве Божье управление могло бы продолжаться? Сохранилось бы Божье управление. Значит, Божье управление сосуществует с выживанием всего человечества, которое он взращивает. И вне зависимости от того, что Бог подготовил для всего сущего и что Он делает для людей, все это необходимо для Него. А для выживания человечества это имеет решающее значение. Если отступить от законов, которые Бог определил для всего сущего, если эти законы нарушены или испытывают препятствия, все сущее не сможет далее существовать, прекратит свое существование, подходящее для выживания человечества среда обитания. Как прекратят свое существование ежедневное жизнеобеспечение людей и сами люди. И в этой связи Божье управление с целью спасения человечества также не сможет более существовать. Это то, что люди должны отчетливо понимать. Все, что мы обсуждали, каждая вещь, каждый предмет неразрывно связаны с выживанием каждого человека. Вы могли бы сказать, «То, о чем ты говоришь, слишком огромно, нам этого не видеть». Возможно, что некоторые люди сказали бы так, «То, о чем ты говоришь, ко мне не имеет никакого отношения». Однако, не забывай, что ты живешь в качестве части всего сущего. Ты элемент всего сущего, находящегося под Божьим владычеством. Все сущее не может быть отделено от Божьего владычества. Ни один человек не может отделиться от Божьего владычества. Утрата Божьего владычества и утрата его обеспечения означали бы исчезновение человеческих жизней, исчезновение жизни человека воплоти. Вот в чем состоит важность того, что Бог установил виды окружающей среды, приемлемые для выживания человечества. Неважно, к какой расе ты относишься, или на какой территории проживаешь, будь то на западе, или на востоке, ты не можешь отделиться от пригодной для выживания среды обитания, которую Бог устроил для человечества. И ты не можешь отделить себя от заботы и обеспечения подходящей для выживания среды, которую Он устроил для людей. Вне зависимости от того, какие у тебя средства к существованию, или от чего зависит твоя жизнь, или от чего зависит поддержание твоей жизни воплоти, ты не можешь отделить себя от Божьего владычества и Его управления. Некоторые высказываются так. Я не фермер. Я не сажаю растения для пропитания. Мое пропитание не зависит от небес. Поэтому можно сказать, что я не живу в среде для выживания, установленной Богом. Я ничего не получаю от окружающей среды такого рода. Но это неверно. А почему? Ты говоришь, что не сажаешь сельскохозяйственные культуры, чтобы прокормиться. Но разве ты не ешь крупы? Разве не ешь мясо? Разве ты не ешь яйца? Неужели ты не ешь овощи и фрукты? Все, что ты ешь, все то, что тебе необходимо, нераздельно связано с приемлемой для выживания средой, установленной Богом для человечества. Источник всего, что требуется человечеству, не может быть отделен от всего сущего, созданного Богом, от типов окружающей среды, приемлемых для выживания. Вода, которую ты пьешь, одежда, которую носишь, все вещи, которыми ты пользуешься. Что из перечисленного получено не из среды всего сущего? Некоторые люди говорят так. Есть некоторые предметы, которые обретаются не из всего сущего. И что это за предметы? Приведите пример. Некоторые высказываются так. Видите ли, пластик получен не из всего сущего. Это продукт химии, сделанный человеком. Но это не так. А почему? Пластик изготовлен человеком. Это продукт химии. Но откуда взялись исходные компоненты для изготовления пластика? Они получены из вещей, изначально сотворенных Богом. Исходные компоненты были получены из материалов, созданных Богом. Все вещи, которыми ты пользуешься, которые видишь, каждая вещь, которой ты пользуешься, все они получены из среды всего сущего, которое было сотворено Богом. То есть, вне зависимости от расы, от средств к существованию, от условий среды выживания, в которой они обитают, люди не могут отделить себя от того, чем Бог обеспечивает их. Субтитры